Ну что, ребятки, про 4080 никому не интересно, поэтому мы спустимся с небес на землю и будем апгрейдить мой старый ПК. Сейчас вспомнить бы его конфигурацию, уже забыл, не готовился. Это комп 2008 года, Intel Core Quad Q9400, 8 гигабайт DDR2 оперативной памяти, 4 планки по 2 гига. Так, что тут еще? Сейчас у него там SSD-шник только на 64 стоит, материнская плата Asus P5QC, по-моему, я уже не помню. Где-нибудь посмотри, да, вот. Поставил 4850 Radeon, он лучше был, вот, а затем в 2012 году, вот, 10 лет назад я взял R9 270 Radeon. И этот Radeon, кстати, в ДНС 10 лет назад стоил 5890 рублей. Ясно, цены какие были, а 280 Radeon стоил где-то 8 тысяч. То есть, видите, какие цены были. Вот. Карта эта у меня проработала, получается, 10 лет. В этом году она померла. С драйвером она не работает, то есть без драйвера, в безопасном режиме, если SDDU удалить драйвера, и дальше в Windows загрузиться, все работает. Но как через интернет подтягиваются драйвера, или самому поставить любые драйвера, хоть с диска родные, хоть новые какие-нибудь адреналины, все равно не работает после установки драйверов. Так что, по всей видимости, есть конец, а есть конец, а ремонтировать смысла нет. Копейки стоит. А эту карту, это Полит 1650 Super. Вот я ее покупал как затычку. У меня в новом стоял Radeon 7. Я его продал майнерам, дорожки брал. Вот. И взял такое как временное решение, когда у меня подох Radeon. Ну, видимо, не выдержал нагрузки, так сказать, от нового компа. Вот. Ну и после приобретения новой карты, это как бы карта осталась не у дела, я ее поэтому сейчас поставлю в новый компьютер. Посмотрим. Вот так она четко встала. Она еще меньше, чем старая, так что проблем нет. Карта, кстати, эта творит чудеса Full HD. Работает на ней все, что только можно. Ну, по крайней мере, с процессором 9900K. А как скоро квадом будет работать, я пока не знаю. Надо потестить. Минус, кстати, этой карты. Это кто это для старых компов, что здесь нет DVI и VGA разъемов. То есть, только современный DisplayPort HDMI. Поэтому нужен переходник, либо кабель там какой-нибудь, если там монитор поддерживать с PCI. Так что, ну, это уже такие индивидуальные заморочки. Ну что, ребята, очередной апсер. Старый компьютер 1650 Super просто не видит никак. Вообще никак. И BIOS тоже обновил последний стоит. Бесполезно. Ну что, карту я все-таки запустил на новом мониторе. То есть, на старый монитор не работает. А на новом мониторе, через DisplayPort, видеокарта заработала. Странно. При этом... То есть, вот подключенный к видеокарте кабель, он не выдает, что как будто там нет сигнала. Вот я, например, сейчас отключу. И он вот тогда загорается, что нет сигнала. То есть, если к видеокарте подключу, он как будто подключен. Но никакого сигнала нет. Можно подумать, ну может там типа монитор слишком древний, восьмого года, а видеокарта все-таки поновее. Но, к тому же, ребятки, этот старый монитор работает от 4080, который еще новее, чем 1650. Вот. И спокойно работает по этому же кабелю. И без проблем. И причем, он же работал этот старый монитор от 1650 Super, когда она стояла в более новом компе. То есть, тут опять-таки вопрос к старой вот этой платформе. Но, однако, все равно. То есть, на самом последнем биосе, я сейчас версию не помню, для вот этой платы P5QC. И вот, 1650 Super официально заработала. Вот. Сейчас, ну-ка. Где там у нас мой компьютер? А то подумаешь, что меня тот старый включат. Так, торрент осуждаю, осуждаю, да, торрент осуждаю. Так, вот. Комп. Core 2 Quad. Так что, надо его подразогнать, кстати. Я его кнал, да, 3.6. Так, ну так-то так. Ну еще, кстати, я не успокоился. Ну мы же все тут сидим, такие люди неспокойные, да, что в 22-м году беспокоимся, как на 775-м завесить эти карты. Я решил попробовать. Ну, кстати, там драйвер обновился, он теперь в 4К включился. Я решил попробовать через такой вот переходник еще HDMI-овский тут запустить монитор. Вот. Но вот тоже не за работу. То есть, он никакими способами почему-то не хочет работать по HDMI старый монитор. Вот. Ну, а как я уже говорил ранее, других вот старых портов типа DVI, чтобы завести старый монитор, на нем нет. Ну, то есть, DisplayPort и HDMI. Так что, вот, как-то так вот. И да, если подключить по HDMI новый монитор или телевизор, то изображение есть, все работает. Поэтому не работает только старый монитор по HDMI. Так, ну вот, я подключил этот старый комп к телевизору, тоже старому. По HDMI все работает, на удивление. Не знаю, почему тот старый монитор не работает по HDMI. Так, вот он старый комп, он у меня работает на частоте шины 430, То есть, частота процессора у него, видно, 3440. Память работает у него на 860 получается. Да, на 2 получается 860. И, конечно же, первым делом всем, наверное, интересно, как Core Quad будет тянуть киберпанк. Ненавижу эту игру. Киберпанк, к сожалению, не работает никак. Что-то даже несколько версий попробовал. Устанавливается, кстати, 5 с половиной часов. Вот так вот как-то работает Spider-Man. Эверлей не показывает, сколько кадров. Иногда играбельно, иногда прям сильно фризит. Настройки самые минимальные. Там, как они правильно называются? Очень, да, минимальные. С динамическим разрешением под 30 кадров. Ну, по умолчанию Full HD. 1920х1080. Это вот 1650 супер. Так что проблема тут не то, что видеокарты не вывозят, а комп сам не вывозят. То есть платформа сама. Потому что 1650 супер может работать лучше гораздо. Так что просто не вывозят. Слишком старый порк в ад. Пора ему на покой. А Кибербанк что-то не запустился. Попробую еще поставить. Ставьте. Это отдельно. Это отдельно. Продолжение следует...